ну вот решили все-таки ставить изгородь вместо электрического пастуха нормальную по цене примерно также как хороший пастух но простоял он у нас одно лето и я могу сказать его недостатки это то что в основном с каждым следующим поколением приходится учить заново тратить время и силы рождаются козлята и начинают сигать через пастуха вон мы его сложили лежит он там в углу вот такие у нас были колышки двойной ряд шел колышков проводов и все равно сигали запросто через них так что решили все таки не заморачиваться и поставить нормальную вот такую изгородь тут уже точно не перескочит не перепрыгнет и в общем то лучше и второй недостаток этого пастуха тоже был то есть каждый раз приходилось нам самим его перешагивать и естественно иногда и запинались за него током била потом когда отключили просто запинались все это выворачивали из земли собаки опять же сквозь него шастали гадили на пастбище что плохо и овца тоже когда его первый день привезли чуть ли не весь пастух вы выворотила в общем морока с ним решили что он того не стоит неважно дешевый или дорогой но просто провода на колышках это хуже чем вот такой вот вариант нормальные вот изгороди потратили три дня не торопились почему делали зимой когда погода позволяла потому что вот скоро у нас козлята уже появится и неизвестно когда то есть бока уже круглые такие довольно большие лина у нас опять бегемоти как муж говорит и непонятно когда конкретно в какую из своих охот она залетела так что когда ждать сюрприза тоже непонятно и решили подготовиться заранее осталось вот только ворота сделать вместо полета естественно я ее не буду каждый раз открывать закрывать стоит на место и будет уже нормально уже в принципе готова так что однозначно выбор в пользу нормальной изгороди